Здесь и вообще, ну, в чем, собственно говоря, проблема с этим сквером? Ну, вы же знаете, что мы везде, где есть нарушения прав граждан в плане зеленых зон, общедоступных скверов, парков и так далее. Но здесь ситуация запущена вообще до нельзя, потому что, во-первых, существует зеленая зона, всего лишь 2 гектара, которая окружена со всех сторон высотными домами, но до сих пор не определены границы этой зеленой зоны. Почему-то департамент экологии не сделал это. При этом происходит нечто, вот нечто, строительные работы ведутся, и, по моему мнению, и по мнению жителей, которые переживают, это приведет к застройке не только, как вот в данном случае, что это уже факт, воспринимается как факт вот этого помещения, но приведет к покушению застройки остальных территорий парка. Происходит это все крайне цинично, опять же, через колено, но так, как любят делать наша городская власть, при этом еще и стараются пиариться на мероприятии. То есть шашлыки здесь уже были, доверяя делам, якобы для своих избирателей показывают, что они проводят благоустройство. Хотя, по сути, состояние парка было достаточно нормальное и без благоустройства. А осуществляется это все для того, чтобы легитимизировать застройку вот этого вот объекта. Это бывший кинотеатр? Да, вот эта металлоконструкция, это бывший кинотеатр, и его выкупило предприятие, которое инкорборировано. Ну, это часть вечернего предприятия Гефеста компании. И они сначала хотели строить 18-этажный дом. То есть история здесь продолжается с 2007 года. Но вот в конечном итоге якобы вышли на компромиссный вариант, только непонятно, для кого он компромиссный. Потому что жители не устраивают здесь и строительство трех-четырехэтажного такого комплекса под видом детского центра. То есть вот такая ситуация есть. А вот эти работы благоустройства, они на данный момент законны или незаконны? По этим работам, по нашему мнению, эти работы ведутся противозаконно. Объясняю почему. Потому что работы, которые касаются, любые работы, которые касаются громады, которые проводятся на территории коммунальной собственности, они должны проводиться согласно какому-то проекту. Проект этот должен приниматься на сессии Гурсовета. В данном случае есть решение исполкома о проведении благоустройства. Но это не компетенция исполкома. Это компетенция сессии Гурсовета. Продолжение следует...